Виктор Алексеевич, я вас смотрю по ютубу, ваше выступление замечательное, большое дело делаете. Я вам книжку подарил, выслал, вы читали или нет, «Философия жизни и хозяйствования». Да, да. Очень приятно. Спасибо, спасибо. Теперь надо разбираться, чтобы ваши имени в Казахстане тоже реализовывались. Я же приезжал, там с лекцией выступал у вас, но тяжело, все идет. Конечно, конечно. Знаете, здесь люди же, да и в России тоже, когда разные места, разные, разные. И здесь власть не воспринимает кое-что, в кавычках скажем. Но тут, в общем-то, нам надо не столько на власть, сколько надо менять и общественное сознание. То есть власть должна опираться на то, что понимает народ. Конечно, но они закрывают каналы. Каналы, можем связывать... Подача этой информации, да? Да, да, да. Каналы закроют, и площадка будет маленькая. Ну, сейчас-то интернет, тем не менее, позволяет продвигать информацию, достаточно серьезно. Повторно в интернет заглядывает, к сожалению, никто, и того слушает. Вот это, конечно, плохо. Так, вы в Казахстане сколько раз уже были? Приезжали куда? Да, в студенческие годы у вас свинарники строил. Самые такие воспоминания интересные. А так, по просьбе там вашего клуба, такого центрального, прилетал в Алмату, выступал с докладом там. Вот. Ну и часто ко мне приезжают от вас. Да, был у ректора вашего аграрного университета, из Полов, такой очень авторитетный у вас человек. Вот там. Это в Алматы, да? Да, это он... А, это Алматы. Да, 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 в Алматы, это самое... Аграрный университет, ваш ведущий. Да, 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 да. Ну, аудитории все-таки как-то надо шире охватывать, потому что все на них замыкается, и дальше информация не идет. Ну, она не идет, конечно, есть целенаправленные схемы ее блокирования, понятно. Да, 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 все это блокируют, не пускают, и тяжело вот. Ну, вот мы хотели такой, потому что Пушкин такую матрицу нес, очень серьезную, глобальную, а мы же в Пушкине располагаемся, хотели Пушкинский центр сближения цивилизации организовать, такой, по крайней мере, Китай поддержал очень активно, Индия, Германия интересовалась. Ну, естественно, мы рассчитываем прежде всего на Казахстан, потому что... Обязательно, обязательно, потому что... Казахстан, это все-таки русская цивилизация. Терять нельзя, здесь влияние много со стороны сейчас, поэтому если мы сейчас потеряем, то возвратить все трудно будет. Вы слышали же, с Казахстана 150 семей уехали в Сирию воевать. Вот так, да? У нас, к сожалению, тоже вот, я такие процессы отмечал в Башкирии, у нас тоже есть, да, такие факты. Это очень тяжелая вещь. Ну, а в целом, как в России атмосфера, как сейчас? Вроде Путин там гайки закручивает, чтобы вышли на нужный уровень. Ну, да, ну, пока так, честно говоря, вроде бы есть намерения, но в практических делах-то мало что меняется. Да, и поэтому доверие постепенно падает, падает даже к этому руководству, к сожалению. А время играет на нас, к сожалению, рушится, рушится. Деградация идет в вузовской системе очень сильно. У вас как тоже? Да, так же. Да, образование, конечно, подсаживается сейчас серьезно. Всем привет участникам нашей онлайн-конференции. Сегодняшняя тема онлайн-конференции – реформирование Бреттамбутса, улучшение глобального регулирования. Всем понятно, всем слышно, да? Да, да. Уважаемые коллеги и участники, всем спасибо за участие, за то, что вы откликнулись на наш онлайн-конференции. Я хотел бы вначале несколько сказать свое мнение о данной теме. Слышно, да? Да, да, да. Ну, все вы знаете, у нас валютная система за последние полутора веков прошли несколько этапов. Первый этап – это Парижская валютная система, 1867-1922 год. Второй этап – это Генюэльская валютная система, 1922-1930 годы. Следующий, вот то, что мы сегодня назвали, Бреттамбутская валютная система, 1944-1978. И последний, настоящий, действующий, это Ямайская валютная система. Начинается с 1976 года. В этой связи надо отметить, что понятие резервной валюты появилось после Второй мировой войны. Уставе Международного валютного фонда, как нам известно, как вам известно. Который регламентировал структурные принципы Бреттамбутской валютной системы. В тот период статус резервной валюты был официально зарегистрирован за долларом США, а английским фунтом стерлингом. Однако, кризис Бреттамбутской системы выявил несовершенно сохранение этого статуса. Так как оба валюты, доллар и фунт стерлинг, особенно фунт стерлинг, были нестабильны и неоднократно были девальвированы. В том числе, доллар США в 1971 и 1973 годах. Но после мировой войны, вы знаете, что в мировой экономике Америка занимала лидирующие позиции. Например, в 1949 году доля США в мировой промышленном производстве без СССР достигала почти 55%. В экспорте 33%. Официально в золотых резервах 75%. По этому поводу надо сказать, что объективными предпосылками приобретения статуса резервной или мировой валюты является господствующие позиции страны в мировом производстве, экспорта товаров и капиталов, золотовалютных резервах, развитие всех кредитно-банковских учреждений, в том числе за рубежом. В.ПУГ. Жен-канес. ДИНАМИЧНАЯ. ….В.ПУГ. но обновит, включится опять. Вообще-то эта тематика очень интересная. Пока там включается, может быть, Ефимова Виктора Алексеевича послушать по этому поводу. У него материал очень хороший, я знаю давно. Модератор, если вы подключите его. У меня звуки. Включи меня. Да, да, да. Виктор Алексеевич, если подключить, чтобы он свою точку зрения высказался по поводу этой темы. У меня есть звук, да? Меня слышно? Да, я вас слышу. Если есть интерес, я могу тогда изложить свою точку зрения. Давайте. Уважаемый товарищ, я прежде всего хочу поблагодарить вас за приглашение поучаствовать в видеоконференции. Дело в том, что я делал доклад в свое время на особой деловой встрече в Кремле. Он назывался «Истоки кризиса мировой кредитно-финансовой системы» и методологические предпосылки и ее устойчиво функционироваться. Но, имея вот уже богатый опыт продвижения этих идей, я хотел бы сказать о методологии. Мы иногда думаем, что должны президенты это решать. Но в действительности президенты могут что-то изменить только тогда, когда будет подготовлена почва на уровне общественного сознания. И я вам могу сослаться на выступление Путина еще в 2000 году, когда он жестко поставил вопрос о национализации Центрального банка, о необходимости продажи наших ресурсов только за рубли. Но это повисло в воздухе, потому что общество не было готово к восприятию этих радикальных проблем. Вот и сегодня ситуация, когда наша встреча имеет колоссальное значение, потому что это способ продвижения идей в общество. И проблемка здесь примерно такая, как во времена Коперника нужно было доказать, что Солнце не вращается вокруг Земли. Но эту задачу не президенты тогда решали, и не императоры, а вот были Коперники и так далее. Вот у нас примерно такая же задача. Мы с вами должны уметь донести эту информацию до общественного сознания. И в чем же, вот я буквально в двух словах о тезисах моих, об истоках кризиса мировой кредитно-финансовой системы. Вот проблема сейчас в том, что мы должны понять корневые проблемы. Иначе, ну, заменили мы доллар на евро, ну и что? А то же самое, потому что евро несет те же самые пороки, которые несет доллар. Значит, проблема в том, что экономика, как наука, начнет существовать только тогда, когда мы получим единицу измерения экономических величин. Вот, кстати, Бреттон-Вудское соглашение, оно все-таки устанавливало эту единицу. Тогда 35 долларов приравнивались к 31,1 грамма золота. То есть была четкая единица, было понятно, что такое доллар. И когда Соединенные Штаты, вы помните прекрасно, этот момент, вот к 78-му году окончательно отказались, а вообще это в 73-м году, президент Никсон подписал указ, который, значит, упразднил обмену долларов на золото. Вот с той поры мир впервые в своей истории вступил в фазу, когда нет единицы измерения экономических величин. Это то же самое, если бы мы измеряли длину в каких-то единицах, значения которых каждое утро сообщали бы по радио. Тогда у нас ни одна бы сборка агрегата механического не получалась. Вот сейчас точно так же происходит в экономике. И вторая проблема, поэтому мы считаем, что если раньше был золотой стандарт обеспеченности валют, вот по Бреттон-Удскому соглашению, который потом в одностороннем порядке был ликвидирован, то сейчас может работать только энергетический стандарт, обеспеченности валют. То есть нужна валюта, которая будет привязана к энергетике, конкретно к киловатт-часу электроэнергии. Это называется единая мера стоимости или инвариант прескуранта. То есть должно получиться вот единица измерения, в которой можно пронумеровать все буквально экономические величины и она не может меняться в течение столетий. Просто это по определению. точно так же как метро килограмм. Вот это базовая проблема. И дальше если мы хотим, чтобы эта система мировая кредитно-финансовая успешно функционировала, то мы должны избавиться от судного процента. То есть судный процент закладывает доходы кредитно-финансовой системы, никак не связанные со средством производства. И неважно какой это доход. 210% как было в России или значит 100% или 10% как сейчас. Еще в свое время Аристотель говорил об этом, что это просто иное явление, когда деньги сами порождают деньги. То есть источником дохода является не труд, а сами деньги. Вот пока человечество не поймет, что нужно перейти на исламский по сути банкинг. И мне очень приятно, что даже Папа Римский и тот уже поставил вопрос о необходимости перехода к исламскому банкингу. Это если сослаться на его напрямую цитату. Вот я прочитаю позиция Ватикана. Этические принципы, на которых основаны исламские финансы, могут помочь приблизить банки к клиентам и вдохнуть в них истинный дух, который должен присутствовать в любых финансовых услугах. Но это вопрос опять не экономический, а вопрос концептуально мировоззренческий, потому что есть две системы. Либо мы живем по Библии, а Библия как известно дает прямо рецепт, как управлять странами и народами через судный процент. Дословно, если напомнить книгу второзакония, и будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы, и будешь господствовать над многими народами, они тобой господствовать не будут. Либо мы ориентируемся на кораническую концепцию, а Коран, это сура 2, аят 275, рассматривает ростовщичество как самый страшный грех на земле. Вот собственно с чего нужно начать. И дальше нужно выйти на проблему организации наднациональной валюты, то есть все страны должны принимать расчеты только в собственных валютах, но каждая страна должна иметь через наднациональную валюту приобрести валюту той страны, с которой она желает совершить торговую сделку. Вот с этим докладом я выступал буквально пару недель назад в Китае, после этого ко мне приехал вице-президент Китая Ван Ян, была часовая беседа, и вопрос о создании наднациональной валюты он сейчас висит в воздухе, он никак не ущемляет при этом суверенные права любого из государства. Когда мы сейчас говорим о том, что сделать юань мировой валютой или рубль мировой валютой, то это ничего не меняется с точки зрения методологической. Не может быть юань лучше доллара, и не может быть рубль лучше юаня или доллара. Нужна наднациональная валюта, учрежденная всеми странами в равной мере. Никакая страна к этой валюте не должна иметь отношения. Сталин в свое время это понимал, недавно его день рождения был, так вот Сталин в свое время, только наша страна тогда, и Швейцария не вошли в международный валютный фонд, потому что он понимал глобальную ловушку, которая выстраивается для всех стран и народов, когда валюта одной из стран становится валютой расчетной между третьими странами. Это абсолютная нелепость, но преодолеть эти стереотипы крайне сложно. На мой взгляд, перед нами стоит такая задача проводить эту информацию в общество. Я благодарен еще раз организаторам встречи за предоставленную возможность поучаствовать. Я готов, если будут возникать вопросы по разным аспектам, дать комментарии, поскольку занимаюсь этой темой уже более 20 лет. Спасибо вам за внимание. Спасибо, Виктор Алексеевич. Меня слышно, да? Да-да. Я хотела бы поблагодарить всех участников и именно от организаторов этой конференции. Представится меня зовут Оксана Панзабекова, я заместитель директора Института экономики по международному сотрудничеству и внедрению. И пользуясь моментом, поскольку у нас в начале не все участники собрались в конференции, сейчас познакомим всех участников друг с другом. Это, значит, в первую очередь выступавший Ефимов Виктор Алексеевич, ректор Санкт-Петербургского государственного аграрного университета, доктор экономических наук, профессор, известный ученый. Значит, второй наш участник это Айнабек Куандыксальхович, доктор экономических наук, профессор директор научно-исследовательского института новой экономики системного анализа в городе Караганде. Следующий наш участник это Нурсиитов Азамат Айткалиевич, он директор Центра мировой экономики, интервьюционных исследований, институт экономических исследований, кандидат экономических наук, доцент. Значит, и следующий наш участник это старший научный сотрудник института экономики Усманов Жасан Джафарович, кандидат экономических наук. Я еще раз всех благодарю за участие и надеюсь, что вот хотела бы осветить некоторые темы, проблемы институты, роль мировой опыт реформирования валютных систем, формирование региональных валютных союзов, концепции реформирования мировой валютной системы. Также я хотела представить вам директора нашего института, доктора экономических наук Испаева Сакен Сабагбай Это наш директор. К сожалению, из-за технических условий у нас было прерывание его доклада, вот я хотела бы дать ему слово, чтобы он продолжил. с украинский с института, с института, с института, с института, уважаемые коллеги, из-за технических моментов отключается, включается онлайн система. Я послушал Виктора Алексеевича относительно исламовской системы финансов. То же самое хотел сказать, что вообще в принципе нам надо полностью постепенно конечно надо менять мировую валютную систему. Сегодня есть несколько мнений, несколько вариантов, как надо менять. Кто-то поддерживает золотой стандарт, кто-то поддерживает СПС, специальное право взаимствования Международного валютного фонда, кто-то поддерживает Китай, китайский юан. Вот я допустим считаю, что на мой взгляд надо нам в будущем создавать многотоварный стандарт. То есть за основу валютную валюту взять, резервную валюту взять несколько товаров, может быть даже основных биржевых товаров чтобы по их доле, по специальным расчетам, по коэффициентам найти долю корзин этих металлов, в том числе золото, естественно, в том числе основные церевые товары, нефть и так далее, и так далее. на мой взгляд, это один из вариантов создания новой валютной системы. Кто-то поддерживает опять вернуться к золотому стандарту. Мне кажется, мы этот этап уже прошли, золотой стандарт, не от хорошей жизни ушли. Поэтому сейчас уже действует ямайская валютная система 1976 года, а в будущем постепенно наверное надо создавать электронную денежную валютную систему. я поддерживаю относительно исламовской валютной системы. Мы в Казахстане этот вопрос тоже поднимаем сейчас. Мы недавно национальную валюту Тенге 15 ноября проводили на базе экономики специальных конференций. Там тоже мы капитально обсудили этот вопрос. Сейчас нацбанк, у нас в Казахстане председатель нацбанка он тоже эту идею поддерживает. Нам надо так видимо произошли опять сбои. Вы меня слышите участники? Я предлагаю продолжить дальше поддержать мнение, обменяться мнениями, если возникли какие-то вопросы, также поучаствовать предлагаю. Так, Айнабих Саликович. Не слышно. Не слышно, не слышно, Интернете материалов, и конечно я хотел его поддержать по поводу судного процента, что это огромное зло для человечества. И вот эта концепция Библии, конечно, всю Библию нельзя критиковать, поскольку там много есть и божественных идей, слов, но то, что вписано отдельными людьми по поводу судного процента, этот инструмент сейчас сильно влияет на угнетение вообще человечества. Поэтому этот вопрос нам надо везде поднимать, объяснять, разъяснять и в конечном счете переходить на ту систему, которая ликвидирует именно судный процент, то есть исламскую банкинг или исламское финансирование. Это первый момент, важный. И второй момент я хотел бы сказать насчет мировой валюты. Вообще-то у меня вышла большая книга диалектика общественного хозяйства объемом 650 страниц и там по данной книге я делал доклад в Кембриджском университете в Англии по поводу глобальной валюты. И там я говорил насчет того, что как надо измерять и сколько должно количество денег соответствовать тем той или иной стране или в мире. Непосредственно вот здесь предлагают или золотой стандарт или вот электроэнергия тоже интересная мысль, но это разновидности видов товаров и разновидности результатов деятельности. А таких видов товаров очень много. И деньги должны исходить из существования всей совокупности тех товаров видов деятельности. вот тогда оно будет соответствовать когда оно исходит из всей совокупности. И тогда можно определять его количество тоже. А если мы уйдем только на один вид как золото или на один вид как допустим электроэнергию или на один вид еще платины и так далее и так далее, то мы потеряем остальную часть совокупности. и поэтому мы в общем будем ущербны и деньги эти полноте не будут отражать то содержание деятельности, которое у нас имеется по всей совокупности. Далее мне хотелось сказать, что через объективно предельные величины можно определять оказывается количество этих денег и саму финансовую систему, насколько она дает пузыри. Допустим, я по Казахстану определял в 2005 году оно уже имело, в Казахстане имелись уже финансовые пузыри. В финансовой системе, допустим, в пять раз больше было денег, чем было положено. То есть было больше, чем объективно предельные величины пять раз. Это говорило о том, что вот в Казахстане скоро будет финансовый кризис. Если взять по всем отраслям, вообще любое развитие отрасли национальной экономики, мировой экономики, оно конкретно дает пузыри в каждой экономике. И можно определять в каждой сфере вот эти пузыри. И каждая экономика это все дает. Не просто там глобальная Америка влияет. Да, Америка влияет очень сильно. Они дают самый большой пузырь финансовый. Но в каждой стране есть вот эти пузыри. И их можно определять. Очень важно это, как объективно предельную величину и их отклонение. Если мы это сможем делать, то мы можем уже регулировать. И в конечном заключении, чтобы не затягивать свое выступление, я хочу поблагодарить еще раз Институт экономики в том, что вы приглашаете людей из других стран. И я думаю, есть еще ряд ученых в России, видных ученых, которые занимаются этим вопросом, и не только этим вопросом, но и методологическими вопросами, которые влияют именно на развитие в целом экономики и валютной системы, и глобальной системы. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Кван Доксалькович. Я вот хотела навести на такой разговор. То есть мы в течение продолжительного уже времени многие ученые, многие просто энтузиазисты ломают голову, как все-таки изменить эту мировую валютную систему. Но есть, вот наш директор Сатакин Самбайш говорил о том, что предлагает вернуться к золотому стандарту, предлагает многотоварный стандарт, то, что вы, Кван Доксалькович, говорили относительно энергонаполнения, валюты, может быть, так сказать. И есть такое предложение, то есть ввести электронные деньги. Я бы хотела выслушать ваше мнение относительно того, как вы относитесь к электронным деньгам. Насчет электронных денег – это одна из форм проявления. Да еще раньше, давно Маркс об этом говорил, что будет не деньги, а карточки. Это разновидность этих карточек, эти электронные деньги. Но вся хитрость в том, что как вести учет этих денег электронных, вся хитрость. И как измерять? Если вы будете измерять чисто фактически, это одно. Если вы будете измерять через объекты объективно-предельные величины, которые необходимы для развития той или иной отрасли или государства, это другое и так далее. Поэтому все зависит от методологии подхода к измерению вот этих денег. А остальное все технические вопросы. Это технически все решаемо. Мы можем только иметь вот эту карточку, на которую фиксирует, сколько у тебя денег и так далее. Или каких-то единиц. Сейчас есть и... Вот такое мнение мое. Интересно услышать бы Виктора Алексеевича по этому вопросу. Я хотел сказать, что мы с вами все должны понимать, что деньги – это просто информация. Информация, которая может находиться на электронных или на бумажных носителях. И беда в том, что мы вот эту информацию, то есть мы с ног на голову все перевернули и считаем, что в основе всего и вся лежат деньги. Это глубочайшее заблуждение. Это просто порог нынешней системы. Вот по поводу... Поэтому здесь вопрос не в том, в какой форме – в бумажной, в электронной. Важно, что за этой электронной формой стоит в конечном счете. Потому что электронная запись, она должна отражать какие-то реальные процессы в реальной жизни. А иначе, так сказать, это ничего не стоящая вещь. Несколько слов вот по поводу прозвучавших уже мыслей. Почему абсолютно неприемлем золотой стандарт? И вот Испаев об этом, по-моему, правильно сказал. Дело в том, что количество золота никак не связано с количеством товарной массы. Товарная масса растет, а количество золота, оно не меняется. Поэтому это тот, кто смотрит на золото, это возврат в 18 век. Но глубочайшее заблуждение. Почему, значит, у меня есть такая статья по энергосырьевым деньгам. Я ее направлю в ваш институт. Такие идеи, как промежуточные, мы продвигали. Почему? Действительно, уж хотя бы вместо доллара, ну можно просто взять энергосырьевые запасы, лес, нефть, газ, там, так сказать, биржевые товары, все, и выпустить на них складские расписки просто. То есть вы получите в качестве расчета за свой товар не доллар, который неизвестно, что будет означать через год, а, скажем, тонну нефти в виде вот этой расписки. Эта нефть, она всегда есть на складе. И вы в любой момент можете отоварить. То есть это, по крайней мере, на порядок более надежная система. Но мы очень долго исследовали этот вопрос. Я могу сказать, что реально инвариантом прескуранта сейчас выступает электроэнергия. Почему? Раньше мы с вами жили в биогенный век, когда количество товаров произведенных было пропорционально мускульной силе животных. Вот сколько у вас быков, столько и продукции. Поэтому выступал тогда зерновой стандарт в качестве обеспеченности денег. Зерно использовалось в расчетах, как основной товар. Потом зерно, оно же ведь по качеству разное и так далее, перешли к золоту. Но золото – это, опять же, концентрированная энергия, не более того. Сейчас, если в век биогенный до 90% товаров выпускалось за счет мускульной силы животных, то сейчас до 95% товаров выпускается на базе электроэнергии. Почему мы говорим, то есть я с одной стороны поддерживаю мысль Яспаева, но не противоречит вовсе этому введению электрического стандарта обеспеченности валют. Когда вы высказали сомнение, что нельзя выходить на один из товаров, дело в том, что нам нужна единица измерения. Вот мы выпускаем некую международную валюту и пишем на ней там 100 киловатт-часов электроэнергии. Все. Но это не только киловатт-часы. Дело в том, что вы устанавливаете дизель-генератор и получаете тут же и нефть, и газ, и что угодно за этим. Это просто элементарно пересчитывается по законам сохранения энергии. Поэтому в действительности можно было бы сомневаться, что один товар... Нет, это неверно. Потому что любые товары другие, они тоже пересчитываются. Важно, что деньги получают стандарт энергетической обеспеченности. И каждый обладающий этой бумажкой знает, что ему гарантировано получение тысяч киловатт-часов электроэнергии или столько-то тонн топлива такого-то, или так далее, и так далее. То есть дальше же прескурант цен выставляется, и если у вас есть принято за обеспеченность валюты электроэнергия, то вы за нее можете купить любой другой товар. Но мы все равно должны остановиться на каком-то одном товаре. Точно так же, как в механике у нас установлен, вот произвольно килограмм. Мы договорились однажды и измеряем теперь вес в килограммах. Договорились измерять длину вот в метрах, хотя эта единица измерения могла бы быть совершенно иной. И работаем вот точно так же в экономике. Нужно один раз договориться, что мы все измеряем в киловатт-часах электроэнергии. Почему? Потому что количество товаров прямо пропорционально количеству электроэнергии, которая подается на вход в вашей производящей системы. Вот если вы хотите знать, увеличилось количество товаров или уменьшилось, поставьте счетчик электроэнергии, и если у вас КПД системы сохраняется, а он достаточно устойчив, то вы четко получите количество, значит, выпущенных товаров. Поэтому количество товаров оказывается жестко связанным с количеством денег. Вот в этом преимущество электроэнергетического стандарта обеспеченности валют через киловатт-час электроэнергии. Мы эту идею проводили, так сказать, в разных странах. В Соединенных Штатах вы, наверное, можете в интернете набрать и прочитать о такой валюте электро, которую они вводят вот через киловатт-час электроэнергии. Ну, известный, значит, фантаст Кварк Соединенных Штатов писал, что с 16-го года никаких денег не будет, кроме мегаватт-часа электроэнергии. Это магистральный путь, потому что всегда в истории человечества был товар, который наиболее часто применялся в товарообменных операциях. Когда-то это было зерно, у кого-то это были шкурки, у кого-то потом было золото. Сегодня это объективно. Товар, который наиболее часто применяется в товарообменных операциях, это электроэнергия. Как вы сравните стоимость килограмма хлеба и кирпича? Только через электроэнергию. Вы не можете через другие. И вот последнее, что я хотел сказать, вы говорили о пузырях. Но если говорить о пузырях, то здесь тоже много заблуждений. Проблема не в том, что денег много. Проблема в том, что эти деньги сами же производят деньги. Вот в чем проблема. Если бы это большое количество денег направить в сферу производства, развивать производство, то тогда они приносили бы только пользу. Вот я не знаю, видна ли будет картиночка. Вот у меня все кривые денежных масс по странам. Вы видите Россию там внизу. В Китае, в Японии насыщенность деньгами, по крайней мере, в 10 раз превосходит насыщенность деньгами в России. Но проблема в том, что мы не умеем управлять деньгами. У нас из денег производятся доходы, а не реальный продукт. Но кто, извините, будет строить завод или фабрику, если он может в финансовом секторе получить 12% годовых? А если он картошку будет сажать с утра до ночи, спину ломать, то он получит 3% годовых. Вот в чем проблема. Как только деньги прекращают порождать прибыль, то есть как только мы упраздняем судный процент, так будет то, что было в Европе с 1000 по 1300 год. Когда строились только мельницы, значит, строились, вот я вам процитирую Пьера Франкастеля, в 12 веке он пишет, когда был запрещен судный процент и за судный процент за ростовщичество подвергали смертной казни. Он пишет, никогда прежде не наблюдалось столько больших строительных площадок одновременно в одной только Англии. В конце 11 века было 5 624 водяных мельницы в 3000 деревень. Во Франции их насчитывалось, по крайней мере, раз в 10 больше. А двумя веками позже здесь уже действовало несколько сотен тысяч мельниц для производства муки и масла. А почему? А потому что за хранение денег в банке нужно было платить. То есть они там таяли. Единственный способ сохранить деньги, это вложить их в реальное производство и прежде всего в землю. А тогда ты создаешь богатство для всей своей семьи на десятилетия и на сотню лет вперед. Но если кто-то рядом раздувает вот эти пузыри и получает из этого доходы, а потом идет к нам и забирает наш реальный продукт из кредитно-финансовой системы, ну кто же будет заниматься производством? Поэтому вот страшны не количество денег, а то, как они используются. В России я точно знаю, что ну по крайней мере в 10 раз должно быть денег больше, чем сейчас. Но они должны быть направлены в сферу производства и носить исключительно беспроцентный характер. Банки должны зарабатывать только от доходов в реальном бизнесе, как часть дохода, который получается в сфере производства. Ну вот, пожалуй, такое дополнение. Спасибо, очень интересно. Мне хотелось бы два слова сказать по поводу того, что есть еще же деньги бинкоинг, слышали же, да, бинкоинг? Да, да. Цифровые деньги. Вот ваше мнение по поводу этих денег? Да вы знаете, вот я все-таки еще раз хочу сказать, что вопрос не в формах выражения вот этих цифр, вопрос в базовом существе. Вот когда в Бреттон-Вудсе за долларом стояло конкретное количество золота, и когда американцы начали подпечатывать долларов дополнительно, то тогда нашелся Деголь, который послал в Соединенные Штаты корабль этих бумажек, а оттуда вывез корабль золота. Вот в чем дело. А в чем это выражается вот в этой конкретной привязке? После этого, как вы знаете, возникли вдруг случайно студенческие волнения, и Деголя убрали, потому что он играет не по правилам. Так вот сейчас все страны пытаются выстроить в одну колонну, и они должны играть по правилам. Эти правила не хотят менять. Их подменяют разного рода суррогатами. Вот давайте евро введем, давайте бетхоин, давайте на юань перейдем. Они на юань перейдут, потому что тот, кто сегодня паразитирует на этой системе, это наднациональная система. Ей без разницы, на какой стране паразитировать. На Соединенных Штатах, на Китае или на России, или на Казахстане даже. Я приехал в Белоруссию, но такой трудолюбивый, мощно организованный народ. Ну и что вы думаете? 35% годовых. Ну так какая же, они работают на швейцарские банки, а не на себя. Это же совершенно очевидно. И поэтому все эти перипетии, все эти так называемые новые предложения, они делаются только для того, чтобы сокрыть истину, ту истину, которую сокрывал Маркс. Потому что основной мой доклад в Китае был посвящен марксизму. И конференция вообще-то проходила по марксизму. К великому моему стыду и в России до сих пор такие лидеры, как Зюганов, до сих пор держатся за марксизм. Но неужели до сих пор непонятно гениальная заслуга Маркса перед национальной мировой кредитно-финансовой системой? Что делал Маркс? И в чем заслуга марксизма? Основное противоречие на земном шаре это противоречие между реальным сектором и доходами финансового сектора, которые сами у себя раздувают пузыри и говорят, что мы богатые. Так вот, Маркс это сокрыл. Вместо вот этого основного противоречия эпохи он придумал искусственно, что главное противоречие это между наемным работником и собственником. Да извините, наемные собственники, они сидят в одной лодке. Если наемных работников нет, собственник остался не у дел. Если собственник разорился, наемный работник остался без зарплаты. Поэтому они, друзья и братья, это надо было бы понимать, и Зюганову нашему в том числе. А вот то, что и тот, и другой угнетаются банкирами и кредитно-финансовой системой, это Маркс оставил за кадром. У него вообще не рассматривается кредитно-финансовая система со судным процентом, как инструмент глобального управления человечеством. Вообще в марксизме этого нет. Вот в чем заслуга марксизма. Почему он до сих пор на коне и на щите? И почему глобальные конференции, я там выступал, там все страны мира представлены были марксистами, троцкистами. И все, значит, вот сегодня это по-прежнему пытаются держать на плаву. Почему? Потому что, так же, как вот о чем вы говорите, и так же, как все другие разработки, это идея сокрыть главное. О чем угодно, ребята, можете говорить, только не трогайте судный процент. Потому что это та самая игла Кощея Бессмертного. Спасибо большое, Виктор Алексеевич. Мы вот как-то все равно возвращаемся к теме, которую мы обсуждали вчера. Это банковский процент. Ну, многие считают, что в основном вот многие дисбалансы финансовые, допустим, у нас также, которые связаны и с нашей экономикой, обусловлены высоким банковским процентом. То есть, с 2012 года у нас в Казахстане ставка рефинансирования Национального банка составляет 5,5%. А, как известно, процентная ставка по кредитам банков второго уровня 16-18 и выше процентов. Во многом банки связывают это с тем, что у нас уровень инфляции. Но если согласно официальной статистике, то за эти годы уровень инфляции, он в принципе не превышал 7%. Поэтому вот у нас в стране во многом, значит, еще не решены проблемы эффективного кредитования реального сектора экономики. Как вы считаете, вот у нас тут и присутствует директор Центра мировой экономики интеракционных исследований Азамат Айкалиевич, я тоже ему предлагаю вступить в наш разговор. Какими способами все-таки сделать так, чтобы банки у нас кредитовали реальный сектор экономики? Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо за организацию этого онлайн-конференции. Ну, вопрос, конечно, интересно поставлен. Меня просто заранее не сообщили, конкретно по какой теме мне надо выступать. Поэтому получается немножко экспромтом. И ваш вопрос еще раз можете повторить? Сейчас, минуточку. В принципе, этот вопрос не только к вам обращен, просто я призываю вас присоединиться к нашему обсуждению. Это вопрос, может быть, и к Антеку Салиховичу. Я бы хотела выслушать просто мнение ваше. Все-таки, как это, какими механизмами все-таки сделать так, чтобы все-таки реальный сектор у нас кредитовался банками? Вообще-то, вот предыдущий выступающий Виктор Алексеевич вам замечательную мысль сказал, которая была еще в векове по поводу ликвидации процента. Конечно, финансовая система подавляет именно реальный сектор. Это общеизвестно и понятно. И последствия мы видим в экономике. И конкретно мы видим, что до этого у нас создает малый и средний бизнес. Поскольку малый и средний бизнес, проценты там для развития покупки, продажи и так далее, для развития экономики, когда они получают кредиты, то эти кредиты очень высокие. Не просто там 12%, а 20%, даже 30%. И это все дарит у населению. Задача стоит о том, как бы изменить ситуацию. Но мы не можем изменить отношения с внешним миром. Очень сильно давят внешним миром. Исходя из долларовой системы. Они в первую очередь давят. Затем, внутри необходимо переходить на исламское финансирование. Тогда мы изменим всю ситуацию. Пока этого мы не сделаем, мы освободимся от внешнего давления. И не изменим внутреннюю методологию работы без сутного процента. У нас серьезной подвижки не будет. Какие-то легкие такие изменения могут появиться, но это в корне не решит вопросы. Поэтому я полностью поддерживаю Виктора Алексеевича в методологическом вопросе, в решении методологического вопроса. И на основе этого необходимо решать и внутренние все проблемы. И одним из шагов к движению ко всему этому является и подвесение Казахстана в самодельную политику. То есть мы геополитически укрепляемся. Следовательно, в дальнейшем будем освобождаться от внешних факторов, как вливание вот этого доллара в нашу систему. Если мы от этого будем уже, как говорится, будем противостоять этому, то уже мы можем решить внутренние вопросы непосредственно и переходить к реформированию финансовой системы и к переходу исламской экономики, то есть к исламской финансированию. Тогда мы все вопросы решим. И я думаю, весь мир будет идти по этому пути. И об этом уже говорят ведущие ученые не только России и других стран, и сейчас Китай тоже прислушивается к этим вопросам, потому что без этого там Китай развалится. Финансовая система снег забычит в пользу корпоратократии, международной корпоратократии. Так, можно высказаться, да? Но я, если правильно понял вопрос, то речь идет о том, что реальной экономике нужны деньги. И эти деньги должны быть не краткосрочные, а долгосрочного характера, поскольку речь идет о финансировании проектов. Как правило, крупные проекты это на 2-3 года, на 5 лет и больше может быть, если речь идет о капиталоемких проектах. И поэтому, соответственно, нужны свободные денежные средства, которые бы реальная экономика могла бы вовлечь для реализации таких проектов. И, насколько я знаю, на днях национальный управляющий холдинг Байтирек сообщил о том, что он готов выделить 800 миллионов долларов для кредитования реальной экономики Казахстана. И, в принципе, я думаю, это они провели соответствующий анализ и сказали, что эти деньги свободны и могут быть использованы для поддержки проектов. Ну, помимо этого, есть Банк развития Казахстана, который поддерживает крупные инвестиционные проекты. Ну, я вот сейчас не знаю, какой нижний потолок, но лет 5 назад было это не менее 5 миллионов долларов проект, который Банк развития брал на себя. И установка была такая, что если остальные банки второго уровня готовы финансировать проекты от 5 миллионов долларов, то для Банка развития потолок, соответственно, повышается на один шаг вперед. То есть это может быть уже потом 10 миллионов долларов и так далее. То есть во многом зависит это и от возможностей банков второго уровня, от их финансовых возможностей. Затем я бы хотел вернуться к той дискуссии, которая уже состоялась. Я хотел бы отметить, что, да, действительно, золото это спорный такой момент, может ли оно быть единица измерения для мировой валютной системы. Но, тем не менее, нужно обратить момент такой, что в этом году цены на золото падали. Тенденция была такая однозначная. Но вместе с тем Китай потихоньку скупает это золото. В Китае идет активная скупка этого золота. И не один год. Уже несколько лет это идет такая тенденция. И нужно обратить внимание на то, что здесь еще на то, что гонконгский биржевой оператор, по последним данным, он фактически уже поглотил лондонскую биржу металлов. И сделка составила на сумму 1,39 миллиарда фунтов или 2,2 миллиарда долларов. То есть здесь идут такие процессы, которые ведут к тому, что Китай не зря уделяет внимание золоту. И я согласен, что помимо золота могут быть и другие товары использоваться. Но тем не менее Китай обращает внимание на золото. И он отвяжется к тому, чтобы в какой-то части, в какой-то мере золото использовать для обеспечения своей валюты и юаня. И возможно, что есть такое мнение о том, что часть лондонских финансовой элиты, она уже поддерживает Китай в этом направлении. И возможно, какая-то идет связка Лондона с Пекином по формированию и укреплению юаня как новой мировой валюты. Если можно, я могу сказать несколько слов по поводу денег на реальном секторе. Дело в том, что в реальном секторе сегодня денег действительно нет ни в Казахстане, ни у нас. И связывается исключительно с высокой ставкой кредитования. При этом все банки объясняют высокую ставку тем, что у нас высок уровень инфляции. В действительности первичным генератором инфляции выступает исключительно и только судный банковский процент. Вот какой вы судный процент по произволу установите, такая инфляция у вас и будет. Потому что все, допустим, энергосырьевые компании, они также кредитуются и закладывают банковские кредиты в себестоимость своей продукции. И поэтому единственный первичный источник инфляции – это банковский судный процент. Почему нельзя привязываться к банковскому судному проценту к уровню инфляции? Я вам приведу цифры по соотношению инфляции и ставки рефинансирования за 2011 год. И хочу показать, что все остальные страны держат ставку рефинансирования намного ниже инфляции. Вот привожу данные 2011 год по Соединенным Штатам. Инфляция – 3,15%, ставка рефинансирования 0,25%, а сейчас 0,1%. Ставка рефинансирования в 13 раз ниже, чем уровень инфляции. Европа – инфляция 3,1%, ставка рефинансирования 1%. Сейчас, как мы знаем, многократно ниже. И только бывшие страны Советского Союза, которые функционируют в режиме так называемого Вашингтонского консенсуса, который был нам навязан после стран Латинской Америки, они считают, что нужно судный процент не административно менять, а вот якобы рыночно его к чему-то привязывать. В действительности вы знаете, что когда произошел в 2008 году финансовый кризис, то все страны невашингтонского консенсуса одномоментно резко снизили процентную ставку до 0,1% и сохраняют ее. А американцы сказали, мы будем держать это еще десятки лет, 0,1%. И поэтому, если мы этого не понимаем, что такое отсутствие денег, я вам приведу такой пример. У нас есть соглашение с таким сельскохозяйственным производством Шаймуратова в Башкирии. В отсутствие денег они напечатали свои собственные деньги. Так вы не представляете, у них товарооборот в течение двух лет вырос в 12 раз. Вот что такое отсутствие денег. Я не призываю к тому, чтобы каждое хозяйство начало печатать свои деньги. Я призываю к тому, чтобы банки наконец-то задумались, что они собственными руками душат свое собственное производство. Вот для решения всех знаковых вопросов, таких серьезных, мы предлагаем нашим казахским коллегам, друзьям, поучаствовать в создании Пушкинского центра сближения цивилизаций, который мы планируем организовывать в марте месяце. Эти переговоры ведутся сейчас с Газпромбанком, с Банком Чайна и с Китаем. И мы были бы признательны, если в Китае найдутся инициаторы, которые также поддержат эту инициативу. Нам нужно разобраться в этих вопросах однажды и навсегда, по крайней мере лет на 300 вперед. Спасибо. Очень интересная ваша идея. Надо приглашение к нам, с вашей стороны. На марте месяц мы планируем, мы так и назвали, Пушкинский центр сближения цивилизаций. Потому что доклад я этот делал в Китае с профессором нашего университета, Зазнобиным Владимиром Михайловичем вместе. И вот мы там договорились о проработке такой структуры. Пора понять, что кроме нас с вами никто о нас не подумает. И президент, еще раз повторюсь, не имеет права ставить вопросы, по которым нет договоренности у ученых и в обществе в целом. Вот наша задача двигать этот вопрос снизу. Я приношу извинения. Хотел бы отметить, что я должен принять участие в другой онлайн-конференции. Мне было большое удовольствие принять участие в вашей онлайн-конференции. Действительно, очень интересные темы подняты. И хотел бы пригласить, в пятницу у нас будет онлайн-конференция по повышению требований к эмитентам международных резервных валют. И хотел бы пригласить вас всех принять участие. Кто желает, можете заранее сообщить. И мы приглашение вам отправим. И хотел бы поблагодарить Институт экономики за организацию этого онлайн-конференции. Большое спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Ну, видимо, тоже у нас время, выделенное на видеоконференцию, уже подходит к концу. Я, экономя тоже время Виктора Алексеевича, Кондека Салиховича, я тоже хотела подвести какие-то итоги и, возможно, еще раз выслушать уже какие-то итоговые, может быть, рекомендации, какие-то пожелания по обсуждаемой проблематике. Ну, я в заключение хотел подчеркнуть, что нас интересует прежде всего методологический уровень. Поэтому, возможно, вот последнее приглашение, это уже не совсем наш вопрос, поскольку он касается технологий самой системы, ныне действующей. Мы же придерживаемся той точки зрения, и что эту систему надо менять в целом. Вы, наверное, слышали такой анекдот, когда пригласили слесаря там что-то отремонтировать. Он сказал, что, да вы знаете, всю систему надо менять. Поэтому вот нас интересует как раз ситуация по изменению системы в целом. И для нас наиболее интересны вопросы такого методологического уровня значимости, которые мы сегодня затрагивали. И вот именно эти вопросы мы готовы и дальше обсуждать с нашими коллегами. И я действительно искренне благодарен казахской стороне, потому что ваш президент колоссальное внимание уделяет именно вопросам методологической значимости. У него, мы знаем, очень много работ, связанных с глобальным устройством человечества, а не только вот со своей страной. Потому что сейчас мир вступил в эпоху глобализации, когда невозможно обустроить какой-то отдельный кубрик. Нам нужно, в общем-то, разобраться со всем тем космическим кораблем, который называется земной шар. Спасибо вам еще раз за приглашение и за внимание к нам. Спасибо, Виктор Алексеевич. Куандекс Олегович. Я хотел бы тоже поблагодарить. Дискуссия была очень интересная. И, конечно, Виктор Алексеевич, мы ждем приглашения к будущему мероприятию. Вопросом методологии мы тоже занимаемся, и нам очень интересно. И сама жизнь очень сильно много подсказывает. Вот вы пример привели из Башкирии. И этот пример можно было бы распространять, оно бы быстрее бы ликвидировало бы устои существования судного процента. Поэтому всем-всем спасибо. Давайте больше общаться, больше обмениваться идеями. И не просто общаться через интернет, но и вживую. Это бы принесло больше пользы. Спасибо, до свидания. Вот разрешите резюмировать. Я хочу, что часто наши ученые сетуют на то, что именно нас не слышат, нам не прислушиваются. Именно вот это общение на коммуникативной площадке G-Global, вы знаете, что все наши видеоконференции, в принципе, они в онлайн-режиме, они доступны любому пользователю. То есть это повышает рамки нашего обсуждения, то есть значительно делает их более глобальными. И возможно, что вот таким способом мы, ученые, можем высказаться, выразить свое мнение и к нам могут прислушаться. Это инициатива нашего президента. Вот именно в режиме глобального обсуждения вынести какие-то конструктивные предложения, сделать предложение к мировому антикризисному плану, выработать предложение, дать рекомендации по мировому, так сказать, устройству. Поэтому спасибо вам большое за вклад, который вы делаете. Спасибо за участие. Всех благодарю. Спасибо. До свидания. Всего доброго.